Этим реликтовым дубам уже три столетия. За свою долгую жизнь в резкоконтинентальном климате Нижнего Поволжья им пришлось испытать и жестокие засухи, и лютую стужу. Многих сородичей не выдержали, погибли, они как прежде шумят густыми кронами. Особые биологические свойства таких деревьев заинтересовали ученых. Родилась идея доверить им лесную защиту в сухой степи и полупустыни. И вот плюсовые деревья, так их назвали за главное положительное свойство выживаемость, оказались на семенных участках института. Маленькие деревца выращиваются прямо из семени реликта. А затем начинаются испытания в особой климокамере, где создаются температуры, необычные для природы нашей страны, от минус 70 до плюс 90 градусов. Кусочек сливочного масла, помещенный нами в такую камеру, тает буквально на глазах, словно в раскаленной духовке. А осеницы стоят зеленые, хоть бы что. Справедливости ради надо сказать, что зеленеют не все испытуемые. Выживают только действительно сильные. На них-то и рассчитывает человек, надеясь со временем, покорить полупустыню, превратив песок и солончаки в тенистые дубравы. Семь лет ведут волгоградские ученые селекционную работу с плюсовыми деревьями. По мнению специалистов, им удалось добиться главного. В перспективе продления долговечности защитных лесополос вдвое. В выжженных степях Казахстана, Заволжья, Западной Сибири, молодые леса из жизни стойких деревьев появятся уже в следующей пятилетке.